Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим с вами о карте побыта с доступом к рынку труда, а также без доступа к рынку труда. Кто может ее получить, как на этих картах работать, какие привилегии, какие минусы, плюсы. В общем, сегодня поговорим о членах семьи, которые хотят получить по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам, карту побыта. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. В связи с последними моими постами, очень многие начали задаваться вопросом, что такое карта побыта с доступом к рынку труда, когда по воссоединению, и что такое карта без доступа к рынку труда, и как на них работать. Почему-то у многих сразу появилось много вопросов, поэтому я решила сделать отдельное видео и объяснить вам еще раз, кто может податься по воссоединению, а кто может податься по другим обстоятельствам, потому что очень многие из вас часто путают эти термины, хотя они очень немаловажны также, потому что впоследствии вы должны будете понимать, какую карту вы получите с доступом к рынку, либо же без доступа. Давайте разберемся сначала о карте побыта без доступа к рынку труда. Если ваш один из супруг работает на территории Польши, то есть без разницы, муж либо жена находится на территории Польши, либо же приезжаете вместе сейчас, первый раз на территории Польши и хотите впоследствии податься на карту временного побыта. Так вот, все члены семьи, которые будут подаваться по другим обстоятельствам на карту временного побыта, то получат карту без доступа к рынку труда. Как я это отличаю и как я знаю, сразу будет ли у вас карта с доступом, либо без. Так вот, если вы находитесь на территории Польши в браке меньше двух лет, и у одного члена семьи карта меньше, чем два года побыта, то тогда у вас будет карта без доступа к рынку труда. Что это означает? Это означает тот факт, что когда вы получите децидию, то есть решение по карте побыта, и она у вас будет без доступа к рынку труда, то если вы захотите работать, вам нужно будет иметь разрешение на работу, то есть либо же освещение, либо зазволение. С этими документами из карты временного побыта вы можете работать, но впоследствии вы должны ее поменять на карту побыта от работодателя. Я знаю, что эта система вся такая запутанная, но когда вы приезжаете, вы очень многие у меня спрашиваете, можно ли уже подаваться на карту побыта. Так вот, на карту побыта неважно, по работе, по восстанению, по другим обстоятельствам, по школе, по университету, по обучению, по бизнесу. Можно подаваться с первого дня вашего легального пребывания на территории Польши, если вы уверены, что у вас все уже есть документы, и до самого последнего дня. Я, конечно же, вам не рекомендую подаваться в самый последний день, потому что это не факт, что вы будете находиться здесь, на территории Польши, легально. Все зависит также от твоего путства и от очередей на подачу на карту временного побыта. Если же вы хотите приехать в город Гданск, то помните о том, что здесь электронно идет регистрация на карту временного побыта, на сталый побыт, то есть если вы хотите как-то себя легализировать. И, к сожалению, все уже даты зарезервированы до июля месяца. Если же вы все-таки приезжаете и хотите податься, то вам нужно либо занимать живую очередь, которая начинается с самого раннего утра, либо же подавать документы через секретариат. Если же вы подаетесь документы через секретариат, помните о том, что вас пригласят на отпечатки пальцев только где-то через 4-6 месяцев. Это говорю о городе Гданске. Как в других воеводствах, я, к сожалению, не знаю. Но знаю одно, что чем больше город, тем больше очередя на карту временного побыта, а это означает продление и рассмотрение дольше вашей карты самой. Если же вы подаетесь через электронную регистрацию, если у вас есть весь пакет документов, тогда 100% вам поставят печать в паспорт, а это будет означать и легальный побыт, и легальную работу на территории Польши, если у вас есть к этому еще к всему документы. То есть разрешение на работу, умовообраться, либо злицение и освещение, либо зазволение. Теперь, что касается карты временного побыта по воссоединению. Если вы находитесь на территории Польши в браке более 2 лет, и у одного из супругов есть карта побыта, тогда она у вас будет с доступом к рынку труда. А это означает, что вы с картой доступом к рынку труда по воссоединению можете работать у любого работодателя без разрешения на работу. То есть вам уже в течение 3 лет не нужно будет иметь ни освещение, ни зазволение. Вы можете выбирать любую работу и работать. Что означает 2 года на территории Польши? Очень многие тоже путают и не понимают этот термин. Например, Ваня и Люся поженились в 2010 году на территории Украины. Ваня поехал в 2018 году в Польшу и получил карту временного попыта с доступом к рынку труда. А Люся приехала к нему через 2 года. То есть Люся приехала сейчас в 2020 году к Ване по воссоединению. Но, к сожалению, у нее карта будет не по воссоединению, а по другим обстоятельствам. И получит она карту без доступа к рынку труда. Если же Ваня и Люся поженились в 2010 году, а приехали вместе в 2018 году, и сейчас у нас 2020 год, значит они в браке уже 2 года на территории Польши. Поэтому у Люся будет карта побыта с доступом к рынку труда. Я думаю, это простая математика, которую вы, я думаю, поймете в будущем, как считать. То есть если вы приезжаете вместе, либо же по очереди приезжаете, но на территории Польши вы находитесь в браке более 2 лет, и у одного из членов семьи есть уже, либо же была карта побыта, тогда у вас она будет с доступом к рынку труда. Я думаю, вы понимаете, о чем я. И теперь так, пакет документов, что по карте воссенения, что по другим обстоятельствам, один и тот же. Вы точно так же заполняете внески на карту часовой к побыту, 2 внеска, 4 фотографии, прикрепляете все документы, связанные с вашим жильем, где вы проживаете, если у вас есть пессель, паспорт, копия, также документы мужа о том, что у него есть достаточно средств финансовых для содержания своей семьи. Если же вы самостоятельно подаетесь на карту побыта, это 701 злоты на человека, а если же вы в семье, то 541 злоты на каждого члена в семье. Также неважно, подаетесь вы по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам, вы должны перевести свое свидетельство о браке на польский язык у присяжного переводчика. Сайты и списки присяжных переводчиков я вам оставлю в инфобоксе. Вы сможете перейти, выбрать свой город, а также язык, на который вы хотите перевести, либо же с которого вы хотите перевести, и вам высветится целый список присяжных переводчиков в вашем городе, либо же в вашем воеводстве, у которых вы можете это сделать. У многих сейчас переводчиках есть такая возможность, что вы им отправляете сканы документов, либо же фотографии хорошего качества документов. Они вам их переводят, потом вы созваниваетесь, договариваетесь, все встречи, приезжаете, оплачиваете, забираете свои оригиналы. Помните, также, чтобы подавать в ужин документы, вы подаете только копии, оригиналы хранятся у вас, потому что, конечно же, в ужинах часто бывает так, что они теряют эти документы, и вы всегда сможете не платить повторно за какой-то документ, просто сделав еще раз ксерокопию, донести нужный документ в ужин по требованию. Если же мы говорим о карте по воссоединению семьи, то есть вы прожили на территории Польши больше двух лет в браке, то вам еще нужно сделать уместование акта умноженскегов. Это когда вы должны зарегистрировать свое свидетельство о браке на территории Польши, то есть в определенную книгу вас вносят как союз, как брак, который находится на территории Польши. Для того, чтобы сделать такой документ, вам нужны оригиналы вашего свидетельства о браке в вашем языке, перевод на польский язык, и этим всем пакетом документов вместе с паспортом и легальным опытом на территории Польши, вы должны пойти в УСЦ, в ужин стану Цивильнегу. Туда приходите, заполняете внесок, отдаете документы и оплачиваете 50 злотых. После месяца рассмотрения, в некоторых воеводствах намного быстрее это все происходит, вам выдает такой вытем, такой выписку о том, что ваш брак зарегистрирован, как бы вписан в книгу реестров и подтверждение того, что вы являетесь в браке. Помните тот факт, что оригинал свидетельства о браке у вас могут забрать также и не принимают заламинированные документы. Я знаю, что с 2018 года, если касается это Украины, то выдаются два свидетельства о браке, поэтому один всегда можно отдать. Но любые документы за границей не принимают в ламинате. То есть, если у вас документы заламинированы, к сожалению, либо вы берете дубликат, либо берете фен в руки и начинаете смотреть YouTube-канал «Лайфхаки. Как разламинировать свой документ». Это вам поможет. Я знаю, что многие из вас ламинировали документы. Я знаю, что у нас это очень популярно, чтобы сохранить вид нормальной божески документу, но на территории Польши, к сожалению, это не популярно. Мало кто ламинирует документы, именно личные, я имею в виду, по работе там возможно, но именно личные, мало кто их ламинирует. Поэтому, если у вас документ заламинирован, то постарайтесь его разламинировать, чтобы принести эти документы в ужин. Так вот, после того, когда вы собираете весь пакет документов, вы можете податься на карту. Вы также у меня спрашиваете, а если какого-то документа не хватает, либо нам еще там что-то привозят, довозят. Да, вы можете податься на карту даже с минимальным пакетом документов. То есть, это заполнить внесок, паспорт, фотографии, сделать оплату, подтвердить, где вы проживаете, и также финансовая ваша достаточность на территории Польши. Все остальные документы до момента децизии вы имеете право доносить. Но, чем дольше вы доносите эти документы, тем, понятное дело, дольше рассматривает ваше дело. Если вы хотите ускорить процесс рассмотрения карты временного побыта, посмотрите мои предыдущие видео, я вам рассказывала, как написать понагление, а также, что сделать для того, чтобы быстрее рассматривали вашу карту. Поэтому, все возможно, и все в ваших руках. Я вам живой пример того, что у меня нету никаких сталого побыта, у меня нету ни гражданства, нету какой-то высококвалифицированной работы, которой бы я могла податься и получить быстро карту. К сожалению, у меня этого всего нет, я точно так же прохожу все этапы легализации, как и вы, просто на своем примере рассказываю, как это сделать побыстрее и правильнее. Если вы сейчас задумались и зададитесь вопросом, Оля, подожди, а что касается людей, которые имеют сталый побыт, например, либо же карту поляка, и хотят привезти сюда семью и подать документы по воссоединению. Так вот, здесь играет хорошее и большое исключение, что если у вас карта поляка, карта столового побыта, карта резидента Евросоюза, либо же вы в браке с членом Евросоюза, либо же с поляком, то у вас автоматически, точнее у вашего супруга, автоматически будет карта с доступом к рынку труда, и вашему супругу не нужно будет иметь разрешение на работу, он сможет в любой работе себя найти без этих документов. Но помните также, что если ваш супруг приезжает и дело еще рассматривается, и децизии по вашей карте, точнее по супругу карте нету, то такой супруг, неважно, подает он по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам, должен иметь разрешение на работу. Это либо освещение, либо зазволение типа А, либо зазволение типа С. До момента решения, до момента децизии по карте, вы должны легально работать и легально находиться на территории Польши. Если же этого не происходит, то, к сожалению, могут быть плохие последствия. Я думаю, вы многие об этом знаете. Надеюсь, что видео сегодня было информативное и полезное для вас. Не забывайте, что сейчас идет развлечение ПИТов, и до конца апреля вы должны подать налоговую декларацию. Если у вас есть вопросы, либо вам нужна помощь по расчетам ПИТов, обращайтесь ко мне в личные сообщения, как в Инстаграме, в Фейсбуке, либо же на почту, и мы с вами решим вашу проблему. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, но мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok